В свой день рождения НТЧ организовала деловой завтрак для партнеров компании. Делать бизнес из рекламы все равно, что подмигивает девушкам в темноте. Делать это можно бесконечно, но безрезультатно. И именно о рекламе, а вернее об эффективной рекламе, шла речь на бизнес-тренинге. На этот раз по поводу своего пятилетия НТЧ не только принимала поздравления, но и делала подарки. В виде интереснейшей лекции о том, как надо с пользой расходовать рекламные бюджеты. Мы уже запустили новые коммерческие форматы рекламы, которые не были у нас до этого. Это короткие межпрограммки, то есть это короткие сюжеты на 3-5 минут, где мы показываем рекламодателей не как в обычном рекламном ролике «Приходи, покупай», а мы рассказываем о них с человеческой стороны, показываем их бизнес, показываем, как они могут помочь людям. Это всегда работает намного лучше. Несколько рекламодателей уже имели возможность оценить эффективность этих проектов. Мы ждем новых, я думаю, что впереди у нас много новых и коммерческих, в том числе, проектов, которые мы сможем презентовать бизнес-сообществу. Как посчитать свои доли на рынке, как заработать на рекламе, как не потратить деньги зря. В общем, как увеличить прибыль и получить новые горизонты для развития своей компании, и как национальное телевидение может помочь в достижении этих целей. На все эти вопросы отвечала креативный продюсер канала Оксана Чкасова. С некоторыми своими партнерами канал уже запустил новые проекты. Например, программу «Деловая среда». Каждую среду всех желающих обучают эффективным технологиям управления бизнесом. Мы давно работаем с национальным телевидением, и очень здорово, что свое пятилетие телеканал празднует в таком оригинальном формате, как проведение тренинга, тем более на такую актуальную тему, как эффективная реклама. Безусловно, мне как маркетологу очень интересно было послушать. Национальное телевидение – это один из наших любимых партнеров. Нам очень нравится креативная команда, которая работает на телеканале, которая всегда знает, как доступно, интересно и просто рассказать о наших услугах и как донести их до жителей Чувашской республики. Появление Чувашского национального телевидения – это большое событие для всех горожан, для всей республики, потому что канала, вещающего на родном языке, тогда еще не было. И за пять лет, конечно, видно, что произошли большие успехи. В частности, в сотрудничестве с нашим театром, национальное телевидение всячески шло нам навстречу. Мы делали прекрасные передачи. Плодотворное сотрудничество в новых программах и специальных проектах – желаемый результат бизнес-тренинга. На это и нацелена вся работа национального телевидения Чувашии. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.